ЖКХ, социальное обеспечение, дорожная инфраструктура и ещё несколько десятков самых актуальных вопросов и предложений. Каждый присутствующий мог напрямую высказать свою точку зрения. Так, активист регионального отделения Народного фронта Денис Труговцов предложил внедрить особую технологию ремонта подъездов, значительно снижающую его стоимость. Инициатива хорошая. Я, наверное, дам поручение, чтобы попрошу вас встретиться с и мэром города Черкеска, и с мэром города Карачаевска, там, где у нас больше всего многоквартирных домов. И чтобы вы так детально обсудили, может быть, и с привлечением нашей жилищной инспекции. Я такое поручение дам, чтобы вы с вами встретились. Расскажите. Мне кажется, это интересно. И потом можно его, как пилот, уже, в принципе, тиражировать на другие наши районы. В итоге получился открытый диалог по решению вопросов, напрямую влияющих на жизнь наших сограждан. По мнению Рашида Тимрезова, подобные встречи способствуют выработке эффективных способов решения многих проблем, а также позволяют держать руку на пульсе и знать, что сегодня волнует общество. Я очень рад такой возможности встретиться с вами в таком формате. Могу сказать свою оценку вашей деятельности, общественной деятельности, достаточно такой очень серьезной, полезной для всех ветвей власти, в первую очередь. Ну и самое главное, для чего все это делается, конечно, для жителей нашей республики. Начиная с 2017 года, Общероссийский народный фронт реализует пять якорных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Среди них и благоустройство дворовых территорий, и карта убитых дорог, и многое другое. А общение с главой региона позволяет наиболее эффективно внедрить в жизнь совместно выработанные решения. Во всех этих проектах мы взаимодействуем с органами власти, органами местного самоуправления. Но вот такие встречи, как сегодня, они периодически у нас уже традиционно, можно сказать, проводятся именно с главой республики и имеют свой эффект, свой результат. Потому что каждая встреча у нас заканчивается не просто разговором, но заканчивается подписанием конкретного перечня поручений главы республики в адрес правительства, в адрес органов местного самоуправления, министерств ведомств, по которым мы уже вместе с ними отрабатываем каждый пункт. Стоит отметить, что некоторые решения по предложениям активистов от ОНФ были приняты главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым прямо во время встречи. Более того, глава республики подчеркнул, что у Народного фронта и руководства региона одинаковые цели и задачи – улучшение качества жизни людей в рамках государственной политики, реализуемой нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Встреча главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Тимрезова с активистами регионального отделения ОНФ длилась почти два часа. За время этого содержательного разговора было поднято почти 30 вопросов, затрагивающих самые разные сферы нашей жизни. По многим из них глава пообещал дать специальные поручения кабинету министров, членам правительства и главам муниципальных районов. Более того, прямо на встрече Рашид Тимрезов пообещал, что в Карачаево-Черкесии будет открыт центр дополнительного образования. Напомню, что подобное общение уже вошло в добрую традицию, это уже третья встреча, и каждый раз всегда вырабатываются какие-то результативные, действенные решения. Мадина Лайпанова, Заур Лиев, Архиз 24.